Это программа «День с толком» в студии Рина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вот такая она весна. Метели и снегопад стали причиной пробок на дорогах и перекрытия трасс. Впервые за 38 лет в Барнауле пройдут масштабные соревнования по ледовому спидвею. Всемирный день кошек. Какие они любимцы барнаульцев. Без острой необходимости из населенных пунктов региона лучше не выезжать. Весна на Алтае началась с метели и сильного снегопада. Движение осложнено. На пяти участках дорог проезд временно закрыт. Под ограничение движения попали как небольшие трассы, так и важные артерии региона. Проезд закрыт от Поспелихи до Казахстана по двум трассам. Два направления от Горняка Локтевского района до села Староалейское Третьяковского района. Дороги Поспелиха, Новичиха, Олейск, Буканское, Змейногорск, Рубцовск и дорога от Змейногорска до Рубцовска. Не легче и в краевой столице. По сообщению городского управления ГОЧС, за сегодняшние сутки в Барнауле может выпасть 75% от месячной нормы осадков. На улицах работает больше сотни единиц техники. Обильные снегопады синоптики прогнозируют в течение всей предстоящей первой весенней недели. Барнаульские дольщики ЖК Парковы боятся, что не смогут получить ключи от долгожданных квартир. По их словам, стройка заморожена уже на протяжении полугода. Почему горожане не готовы взамен новых квартир получить назад денежные средства? И чем объясняет застройщик задержку в процессе строительства? Разбиралась Валентина Аскерова. Вон там вот наша квартирка. Мы ее очень-очень ждем. На недостроенную квартиру пока еще смотрят с надеждой. Семья Арефьевых приобрела трехкомнатную квартиру по льготной семейной ипотеке за 3 миллиона 600 тысяч рублей в строящемся квартале Парковой. Жилье в нагорной части города, кругом сосновый бор, свежий воздух. Бонусом собственная котельная подземная парковка. Отпраздновать новоселье женщины и десятки других горожан должны были в октябре этого года. Но уже полгода как стройка заморожено возмущаются дольщики. Приезжаем сюда каждый день и никого нет. Ни в будни, ни в выходные. Мы уже купили какую-то технику, даже в квартиру планировку смотрели, как, что сделать. Планы все строили. Сейчас, получается, все планы нужно менять свои. Мы в однокомнатной квартире на 20 квадратах в четвером живем, работаем, ждем квартиру. Ждут, снимают квартиру, платят ипотеку. Застройщик Барнаул Капстрой, отвечающий за объект, по телефону пояснил, что строительства на Парковой, 71, приостановлено не было. Но работы на объекте осложняют снегопады. Сдать объект успеете вовремя? Не уверен. Вы же знаете сейчас, какая ситуация. Идет человек, идет, раз подскользнулся, руку сломал. Вот мы планировали, что будет тепло, а стал без заморозки. Поэтому все. Мы планировали, что будет все хорошо, а целый год уже вот у нас пандемия идет. Поэтому как тут? Гарантию, как говорил Астамбандер, можно сдать только страховой полис. В своеобразной страховой полису дольщиков все же есть деньги, которые они заплатили за новостройку в безопасности, на специальном эскроу-счете. Воспользоваться ими застройщик может только после подписания акта сдачи дома. Сейчас дольщики боятся, что им предложат эти деньги забрать. То есть нас не устроит вариант возврата денег с эскроу-счетом. Что мы с ними будем сделать? Что мы сейчас можем купить на 3 миллиона 600? Ну, наверное, двухкомнатную квартиру. Наша квартира сейчас такая же, стоит на миллион дороже. У нас нет таких денег. Мы не сможем купить такую же квартиру. Недвижимость в стране действительно подорожала. Примерно на 20%. Если дольщикам предложат забрать деньги, то юристы советуют попробовать взыскать застройщика ущерб. Придется это прослуживать, доказывать о том, что сейчас за денежные средства, которые они получат с счета, невозможно приобрести аналогичное жилье. Это экспертиза, естественно, рыночная. И пытаться включаться в реестр требований, но это будет далеко не первая очередь. И реальность получения, скажем так, она крайне мала. Известно, что мэрия Барнаула сейчас решает дальнейшую судьбу Барнаулка обстроя. Возможно, будет запущена процедура банкротства. А это значит, что дом на Парково 71 все-таки достроит другой застройщик. Но получить свои ключи дольщики смогут при таком раскладе только через несколько лет. Нам нужно, чтобы нам как можно скорее сдали наши квартиры. Нам негде жить. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Первый день весны сегодня радует не всех и не только из-за зимней погоды и метели. Есть как минимум 90 российских семей, в которых 1 марта вспоминают трагическое и переломное для всех событие. В 2000 году в этот день произошел кровавый бой 6-й роты десантников с боевиками в Чечне. Один из бойцов был родом из Алтайского края. Анастасия Дороган о том, как на родине солдат очтут память погибших и выживших. Завывание ветра сегодня, как далекое эхо материнского плача в 2000 году, когда за одни сутки без сыновей остались десятки семей. 1 марта солдаты-срочники встали на пути боевиков. Собой они преградили путь террористам в Чечне. 90 десантников против 2,5 тысяч противников. Выжили в этом бою шестеро. 1 марта в бою приходилось участвовать? Нет. Это реально первый бой был. Страшно? Да, было страшно. Это моменты. Этот минометный обстрел. Труп. Было страшно видеть своих товарищей уже не живыми. Сергей Медведев был родом из Бийска. Его вызвали в часть из отпуска. Начиналась чеченская кампания. Брат Евгений рассказывает, что он собирался поскорее приехать домой, купить квартиру. После похорон Сергея семья получила письмо от него из Дагестана. Он писал, что все будет хорошо. Вы знаете, он для меня как бы это, он есть. Его сказать, что умом сознаешь, умом сознаешь, что его нет. А сердце кажется, что вот смотришь на ребятишек. У меня дочки, Ксюша, она характером, прям на него смотришь. Что вот думаешь, ну вот, откуда бы так вот. Такая же вот насупица так. По словам Евгения, брат никогда не собирался становиться героем. Но они росли без отца и поэтому привыкли решать проблемы и идти до конца. Героизм волею случая. Трехлетний мальчик здесь читал стихотворение, посвященное Дню Победы, да. И я еле нашла этого мальчика. Ну вот, тоже патриот, тоже растут. Так что я думаю, знаете, любой из них, если понадобится, отдаст. Просто не думаешь же про это. Барнаульская аллея памяти военнослужащих 6-й роты первая в России. Она появилась спустя 20 лет после того страшного боя. Чтобы напомнить, никто не забыт и ничто не забыто. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Продолжим. Мобильный пункт вакцинации, который работал возле Галактики, нашел новую орбиту. Иными словами, поставить прививку от коронавируса теперь можно у торгового центра «Весна». Второй пункт по-прежнему находится у «Пионера». А вот на площади Сахарова мобильный комплекс проводить вакцинацию больше не будет. Об этом сообщили в Минздраве региона. Напомним, что прививочные кабинеты на колесах работают с 10 утра до 4 часов дня, включая выходные. Чтобы получить антитела при себе, необходимо иметь паспорт и полис. А вот деньги, напоминаем, не нужны. Прививка бесплатная. Главное условие – у вас не должно быть симптомов ОРВИ и обострения хронических заболеваний. Каждому выдается памятка о дате и месте повторной вакцинации. Алтайские онкологи удалили гигантский метастаз размером 25 на 20 сантиметров. Врачи прооперировали пациентку за 60 уникальным методом. Сначала удалили метастаз и лишь затем саму опухоль в кишечнике. Женщина лишилась большей части печени. Однако, по прогнозам врачей, после реабилитации ей удастся сохранить привычное качество жизни. Подробнее о новом опыте врачей в нашем сюжете. Хирург онкоцентра Константин Мамонтов провел за операционным столом больше 6 часов. В результате операции у пациентки 62 лет удалили метастаз, который захватил большую часть печени. С такими объемами при раке прямой кишки здесь уже встречались, но не часто. Перед хирургом стоял вопрос, как тактически правильно подойти к решению проблемы. Традиционные и предпочтительные методы удалить опухоль и метастаз одновременно, или сначала опухоль, потом метастаз, уже не работали. И вот сейчас идет новое направление, называется оно Ливерферст. Ну это операция Ливерферст, то есть первично идет печень. У нас два таких случая, два всего таких случая. И вот это самая первая больная, где первым этапом, повторяюсь, выполнялась резекция печени, затем уже резекция кишки. После операционный период протекал нелегко, но без осложнений. Скоро начнется химиотерапия. Кстати, еще 5-6 лет назад в такой операции бардольские врачи-пациентки отказали бы. Теперь она проведена так, что качество жизни, можно сказать, не упадет. У нее никаких мешочков, там как больные ходят иногда с мешочками, и кал идет в мешочек, в полиэтиленовые такие пакеты, то здесь, конечно, этого нет. Качество жизни у больной не страдает. Это основное. Это вот в настоящий момент, в общем-то, теперь в последнее время, тренд идет в онкологии такой, что борьба за качество жизни. Это тоже немаловажно. За последние годы заболеваемость колоректальным раком, то есть раком прямой или ободочной кишки, увеличилась вдвое. Ежегодно в крае регистрируют 1300 пациентов. У большинства из них появляются метастазы в печени. Чтобы этого избежать, врачи рекомендуют раз в год посещать смотровые кабинеты, проводить УЗИ органов брюшной полости. Рак внутренних органов долго развивается бессимптомно. Андрей Дреер, Андрей Печоркин. День с толком. Грандиозное событие для Алтайского края. На этих выходных регион примен всероссийские соревнования по ледовому спидвее. В последний раз они проходили в Барнауле почти 38 лет назад. Почему алтайским мотоспортсменам пришлось надолго забыть о серьезных стартах и кто помог сейчас организовать турнир, расскажем в сюжете. Это для гаревого спидвея. Это гонки по гаревой дорожке. Такое есть? Да, есть такое. Мотоцикл ездит в виражах боком, напрямую. Скорости тоже очень высокие. Когда-то известные спортсмены мотоциклетной федерации края сейчас ютятся в старом холодном здании. Какие-то мотоциклы купили, какие-то собрали из кучи металлолома. Все своими руками. Евгений Максимов пришел в мотоспорт еще в 79-м году, когда ему было 12 лет. Он и другие ветераны, которым уже под 60, до сих пор раскатывают лед на своих мотоциклах. Уверенно сидят за рулем и такие мальчишки, как Ярослав. Ему всего 8. У меня брат катался тоже на мотоцикле, но он сломал себе руку. И потом я начал кататься. Хороший начал. Почему ты начал кататься, несмотря на то, что видел такой печальный опыт своего брата? Я заменил своего брата. Не каждый ребенок, допустим, может заниматься плаванием, может заниматься хоккеем. Ну, кому-то это интересно, кому-то это неинтересно. И вот здесь в основном собрались те люди, которым эти виды спорта не интересны. А интересны именно технические виды спорта. Именно заниматься моторами, заниматься мотоциклами, кататься, как-то физически работать над собой. В начале 90-х развалился Советский Союз, ДОСААФ, а вместе с ним и мотоспорт на Алтае. А ведь еще в 80-х зрелищные заезды собирали многотысячную толпу на стадионе «Локомотив». Фанаты ездили за спортсменами по всей стране. Сейчас, говорит Максимов, уже и на соревнования толком никто не выезжает. У спортсменов и федерации на это нет денег. Был бы свой стадион, мы бы тренировались регулярно, не так, как мы сейчас на озерах. Выскочишь, пока метели нету, разгребешь, разгребешь. Последний раз крупные соревнования по ледовому спидвею Алтай принимал еще в 83-м году. Почти 38 лет перерыва. И вот новый шанс. В этом году старты всероссийского уровня пройдут в Барнауле. Обойдутся федерации они в 700 тысяч рублей. Это заливка льда, очистка снега, топливо и не только. Для федерации сумма неподъемная. Часть расходов взял на себя Краевой Минспорт, но это ситуацию не спасает. Мы процесс и перспективы развития мотоспорта в Алтайском крае буквально только что обсуждали с депутатом Алтайского краевого законодательного собрания Сергеем Николаевичем Прибом. Он активно поддерживает этот вид спорта. И федерация обратилась ко мне. Сегодня мы встретились, познакомились для того, чтобы принять решение, чем я могу быть полезен этому виду спорта. Одна из статьи расходов – аренда машин скорой помощи. Минздрав может предоставить лишь одну бригаду, а по условиям соревнований их нужно три, включая реанимобиль. Это 90 тысяч рублей за два дня. Эти и некоторые другие расходы взял на себя депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Все же понимаем, что если это черепно-мозговая травма, переломы конечностей, верхних, нижних конечностей, кости, таза, кровотечение, возможно. Это самое опасное, чего мы боимся. Молодежь по регламенту не может принимать участие в соревнованиях, которые пройдут в Барнауле, но может болеть за своих. Заезды пройдут 6 и 7 марта на стадионе Клевчиня. Быть может, это и есть тот самый поворотный момент в истории алдайского мотоспорта. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. Мат меньше, чем за 15 минут. В Барнауле прошел этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам. Участвовали и гросмейстры из 16 регионов России, и те, кто только мечтает покорить шахматный Олимп. Кто оказался самым быстрым из игроков, расскажет Анара Шагирова. Рапид – слово «заморское» и рядовому человеку малоизвестное. А вот шахматисты знают, что рапид – это быстрые шахматы, и партия длится больше 10 минут, но меньше часа. За это время простому любителю игры даже с мыслями не собраться, не то что мат поставить. Мы тоже решили посоревноваться, а чтобы уж совсем не ударить в грязь лицом, выбрали соперника помладше. У нас 15 минут. Традиционно партия начинается с рукопожатия. Ага, все как следует. Вот, например, мне мат за 5 минут. Как выяснилось позже, новичков здесь нет. У всех разряд. Дети угрожают взрослым. В переносном смысле, конечно. Ну, если соперник более сильный, то, скорее всего, и партия закончится в ничью. Ну, ты часто предлагаешь ничью? Нет, я вообще не предлагаю. Либо мат, либо прейс. В первых рядах гроссмейстеры из разных городов страны. Это чемпионы России и даже Европы. Вообще же шахматисты люди не капризные, но во время партии требуют тишины. А еще, как выяснилось, они суеверны. Интервью давать раньше времени и рассуждать об игре заранее явно признак того, что удача отвернется. Чем старше становился, тем меньше ритуалов, меньше обращаешь на какие-то мелочи внимания. Есть еще пара примеров, что упал король, может привести к неплохому результату. Всего же в соревнованиях приняли участие больше 120 человек. Для гроссмейстеров это серьезное событие. Для тех, кто помладше и просто любителей, место ценить свои силы. Играют в шахматы как малыши, так и ветераны. Особо хочется отметить проект шахматы в школе. И почти все школы Алтайского края задействованы в этом проекте. И школьники получают начальное шахматное образование. Среди алтайских шахматистов гроссмейстеров пока нет. Но, может быть, будущие профессионалы именно здесь. Вдохновятся победой столичных игроков, и это станет стимулом к дальнейшим победам. К слову, победители этого этапа будут соревноваться в российском финале по быстрым шахматам уже в конце года. Он пройдет в Ханты-Мансийске. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. И в конце выпуска к хорошим новостям. Сегодня во всем мире отмечают День кошек. На нашу почту пришло несколько видео. Зрители снимали своих любимцев. Один бесстрашно кусает хвост лабрадора, кто-то обожает игры с хомяком и не только. Но наше внимание особенно привлекли истории двух кошек, которые отличаются от своих сородичей. О них расскажем прямо сейчас. Все драки – лишь элемент игры. Юся никогда не видела своего друга. Она необычная кошка. Когда-то, чтобы спасти животное от гибели, ветеринару пришлось удалить пораженные глаза кошки. Совершенно слепая она попала в приют, а потом в эту семью. И даже имя у Юси символично означает Юся Юстиция, то есть богиня правосудия. Сейчас у кошки даже есть не только своя семья, но и аккаунт в ТикТоке. Она буквально за два дня получила, где у нее лоток, где у нее мисочка. Как-то узнала, где какой есть там диван, кровать, стул. Она научилась на это все забираться. Единственное, чем она отличается от здоровых кошек, это тем, что она не может забраться на какие-то верхотуры. И там, не знаю, не ловит солнечных зайчиков. А этот котик с рождения отличается от своих сородичей и любит привлекать внимание. Недавно о нем рассказывали мировые агентства Reuters, CNN, зовут Тигра Витас. И вот почему. В то время, когда он захотел молока у мамы, он издавал звуки. Ну и потом они все-все это происходили, эти звуки протяжней, протяжней. И получились такие песни. Вот такое поведение у него всегда игривое при виде нас. Он всегда знает нас, всех узнает. И старается тоже наше внимание привлечь, чтобы мы поиграли с ним. Сейчас Витасу и его сестры 10 месяцев, поэтому с ними еще пока можно находиться на таком близком расстоянии. Но пройдет немного времени, и каждый из этих котят будет весить по 300-350 килограммов. И меня наверняка в этой клетке они бы уже воспринимали как большой кусок мяса. Четвероногий Витас и его сестра родились в семье барнаульских тигров Багира и Шерхана. В скором времени малышей разберут в зоопарке, но у жителей города еще есть возможность услышать пение Витаса вживую. А Багира и Шерхан к лету уже планируют новое потомство. И кто знает, какой бой-бенд там еще получится. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на YouTube-канале и на 22-й кнопке всех кабельных операторов. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Evalar. До встречи в эфире и хорошей вам недели.